Доброе утро, Кирилл. В настоящее время банки особо не сопротивляются, они просто пытаются обезопасить себя договорными обязательствами и теми формальными документами, которые дают на подпись каждому заемщику. Как, прям, четко, прям. Говорят, что иногда взамен страховки банки грозятся поднять выплату по кредитам, да? Банки вправе это делать. Есть такое? Да, есть такое, банки вправе это делать, потому как банки страховками обеспечивают свою безопасность по возврату выданных кредитов, чтобы эти кредиты были возвращены любым заемщикам вовремя, в полном объеме и в те сроки, которые были предусмотрены. А как эту ситуацию разрешить? Вот что делать? Если банк настаивает, что в рамках конкретного кредитного продукта заемщик обязан подписать договор страхования, заемщик может подписать, но если заемщик принципиально в душе не согласен с этим, у него есть 5 дней, чтобы расторгнуть этот договор. Для этого до 5 дней до истечения 5-дневного срока заемщик должен прийти в банк и написать заявление о расторжении договора страхования, которое он подписал ранее в рамках кредитного соглашения. Но вот многие до поры до времени не слышали, что такое страховка, собственно говоря, а сейчас все поголовно об этом твердят, да? Все-таки кто может ее вернуть? Вот если 10 лет назад я, допустим, выплатил кредит, могу ли я сейчас получить страховку? Как такой вот вариант? Таких спорных вопросов очень много, таких обращений очень много, в том числе в нашу ассоциацию. Некоторые такие вопросы мы берем для рассмотрения, вплоть до судебных разбирательств, но для того, чтобы вы поняли и обратили внимание, насколько будет выигрышно ваше дело, насколько возможно будет забрать страховку обратно, которую вы выплатили, необходимо посмотреть в первую очередь на те документы, которые вы подписали. Если вам банк не дал право выбора страховаться или не страховаться, таким образом идет прямое следствие того, что банк вам навязал страховку. И тогда у нас есть основания для того, чтобы оспорить действия банка. Если же банк вам предоставил документы, в которых он предложил вам, вы страхуетесь и мы кредитуем вам, или вы не страхуетесь, но мы кредитуем вас по немножко высшему проценту, нежели мы могли бы вам предложить процентную ставку тогда, когда вы застраховали. Вот тогда спорный вопрос. То есть вы поставили галочку, вы согласились с условием продукта кредитования в рамках страхования, который будет увеличивать, возможно, ваши расходы по кредитной нагрузке. Но, как правило, здесь вы своими подписями и своими галочками о том, что вы согласны и ознакомлены, вы проявили свое волеизъявление, поэтому оспорить здесь будет уже сложно. А что делать, если в данный момент я плачу кредит? Платите кредит? Да. И то же самое получается? То же самое. Все те же этапы? То есть необходимо посмотреть ваш таковар страхования, были ли вы уведомлены, дал ли вам банк выбор, страховаться или не страховаться. Так, ну-ка быстро подписывай, да, быстро подписывай. Так, все, все, все. Читайте внимательно. А тут-то, оказывается, кабала. Практика Верховного Суда говорит, подпись есть, значит, вы согласны. Да, это практически знание закона. Вы узнали свой закон, закон того, как вы будете кредитоваться. Обычно же зачастую не читаем, быстрее, 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 быстрее торопимся. Как возвращается-то, собственно говоря, страховка? Страховка возвращается тремя путями. Первый путь путем досудебной претензии в добровольном порядке. Банк говорит, ага, я согласен. Пять дней, да. Возвращаю. Совершенно верно. Второе. Второе. Если банк не согласен, ему предоставляется досудебная претензия и дается разумный срок. Либо вы соглашаетесь, либо мы идем в суд. К юристу-то при этом надо обращаться? К помощи? Если непосредственно заемщик знает свои права и имеет навыки договорных работ, то, в принципе, он может делать это самостоятельно. Желательно, конечно, если эту процедуру будет сопровождать юрист. Третий случай, когда просто все идут в суд. И в суде в спорном состязательном порядке принимают решение через решение судебной. А что показывает практика? Суд на чью сторону встает? До 2016 года суды, как правило, вставали на сторону заемщиков, если очевидно, что договор страхования заемщику был навязан. То есть заемщику не было дано право выбрать, страховаться или не страховаться. Сейчас банки, еще раз вам говорю, обращают особое внимание на формальную сторону подписания договоров страхования. А раз обращают внимание, значит, формальная сторона уведомления заемщика обеспечена банками практически полностью. Спасибо большое, Елена, за беседу. Все-таки, что бы ни говорили, в нашей стране законы. Простой человек вполне в силах отстоять свои права перед самым крупным банком. О том, как вернуть свои деньги незаконно, присвоенные банком, мы говорили с Еленой Донских, юристом Ассоциации по защите прав заемщиков.